Здравствуйте! Вы смотрите программу «Открытый урок». В 114 выпуске послушаем, как дошколята читают стихи Огни Барто. Побываем в музее 14 лицея, поговорим о техническом образовании детей, а также поздравим с юбилеем музыкального руководителя детского сада номер 50 «Ручеек». Сегодня в рубрике «Важно знать» мы поговорим о техническом образовании детей. В наше время стране нужны инженерные кадры. Готовить их начинают еще со школьной скамьи. В центре дополнительного образования «Лесная сказка» работает отдел спортивно-технического творчества. А сейчас мы присутствуем на увлекательном занятии по авиамоделированию. Что нужно, чтобы вдохнуть жизнь в эти крылья? Упорство и желание трудиться не дюжинные конструкторские способности. Авиамоделирование прочно вошло в жизнь участников объединения «Авиамастер». Я сейчас делаю рейки для крыла, чтобы потом его собрать. И меня папа в это все заинтересовал этим простым ансамблем летчиком. Рассказал про это, интересно стало. Хожу, занимаюсь. Мы сейчас делаем горизонтальное оперение моделей копии О-2 знаменитого нашего кукурузника, который во время войны уничтожал фашистов. Был такой женский полк, который летал на таких самолетах. Назывались они ночными ведьмами. Как-то они самолеты просто интересуют. Ну, я делаю по два. Два человека, два летчика летают. Я делаю крылья для скоростного самолета. Кордова, модели. Объединение «Авиамастер» входит в отдел спортивно-технического творчества. Он продолжает традиции знаменитого Чкаловского центра технического творчества, который был создан еще в 1955 году. На счету воспитанников центра участие в международных выставках победа в первой Московской олимпиаде по технике. И сейчас педагогами объединения являются выпускники лучших технических вузов России, летчики, которые стараются возродить традиции технического творчества, обучить ребят мастерству. Среди направлений работы не только авиамоделизм, но и радиотехника и судомоделирование, робототехника и радиоэлектроника. 34 группы, 470 человек объединены. У нас работают педагоги не только на базе центра, а на базе школы еще. У нас столярная мастерская, велотехника, она вот, допустим, на базе второй школы. На биокомбинате у нас очень два хороших педагога по начальному техническому моделированию. У нас пришла молодая специалистка по компьютерным технологиям. На базе 12 школы работает человек, он создан для созидания. Вот именно техническое творчество – это созидание. Информации для детей очень много, но руками вот именно прикладного творчества мало. Наша задача – соединить творчество руками с информацией, то, что у них в голове сейчас есть, чтобы они могли это применить на деле. И вот перед глазами живые примеры. Обучение в авиамодельном объединении всегда начинается с теории. Ребята узнают о строении самолетов, работе двигателей, изучают аэродинамику, учатся делать чертежи. Начинают со сбора простейших кордовых моделей, радиус полета которых составляет 15 метров. Чтобы создать их требуется полтора-два месяца. Дальше более сложные конструкции, радиоуправляемые модели. Ребята подходят к работе чрезвычайно серьезно. Интерес перевешивает усталость. Такое творчество воспитывает ответственность и развивает ум. Яков, Антонов, они все начинали с авиамодельного кружка. Вот именно с вот этих вот парцей этих столов выходят генеральные конструкторы, летчики-испытатели, космонавты, обыкновенные строевые летчики. Воспитывается ответственность, чувство долга, стремление достигнуть каких-то результатов. Авиамоделист – это тот человек, который может сделать все. Сейчас объединение посещает почти 50 человек. Это четыре группы ребята в возрасте от 10 до 17 лет. И даже самые юные техники уже твердо определились в будущей профессии. Ну, планирую быть инженером. Летчиком хочу стать. Военным инженером. У меня два дедушки, папа летчик. Ну, летчиком хочу быть. Уронили мишку на пол, оторвали мишке лапу. Все равно его не брошу, потому что он хороший. Всем известные строчки стихотворения «Огни Барто» не теряют своей актуальности. Ее стихи учат в доброте и отзывчивости, честности и взаимовыручки. Сегодня в этом убедятся участники литературно-игрового практикума, который пройдет в детском саду номер 32 «Росинка». Наверное, нет такого человека, кому бы не были знакомы стихи известной советской поэтессы Агнии Барто. Они говорят с детьми понятным языком, а взрослых возвращают мир, где так важно укрыть зайку от дождя и помочь Тане достать из речки заветный мячик. Наша Таня тонко плачет, уволила в речку мячик. Тише, Танечка, не плачет, не утромит в речке мячик. Сто десятилетия со дня рождения поэтессы ребята отмечают как праздничную дату, ведь сколько радости она подарила юным сердцам, детям разных поколений. Ее стихи читали наши бабушки и мамы, а сейчас передают эти знания своим детишкам. В детском саду номер 32 «Росинка» прошел целый цикл мероприятий, посвященных творчеству Агнии Барто. Во всех группах дети совместно с родителями приняли участие в выставках, прошел смотр-конкурс. Родители поучаствовали в семинаре-практикуме. Мы преследовали одну цель – вызвать у детей и у родителей интерес к писательнице Агнии Барто. И главное – это декламация стихотворений, конечно же, в форме игры. Детки из младшей группы «Колокольчики» поведали в стихах о своих любимых игрушках. Под брючок качается, вдыхает на ходу. Ой, да, как качается, здесь я упаду. Спать пора, уснул бычок, лег в коробку на бочок. Сонный мишка лег в кровать, только сон не хочет спать. Мы хотели донести до ребят ее творчество, ее стихи о игрушках, о доброте, о детях. Когда делаешь проект, родители как-то больше откликаются и больше становятся заинтересованы жизнью наших детей в саду. А воспитанники группы «Светлячок» отправились в поэтический мир, взяв с собой родителей, и показали совместное творчество. Зажигаясь в фонаре за окном, сядь со мной, поговори перед сном. Целый вечер ты со мной не была, у тебя все дела, да дела. У тебя я не стою, но дышу, я все жду, все молчу, копаршу. Сядь со мной, поговори перед сном, погляди на фонаре за окном. У Танюши дел не мало, у Танюши много дел. Утром брату помогал, уж утром конфеты ел. Села с мамой посетила, стала к бабушке, пошла. Причем она сказала маме, погодите у меня, сын. Я устала, не могу, я вам жалко. Зоя читала про помощницу, стихотворение это на нас огромное впечатление наложило. И Зоечка старается, конечно, помогать и кричит, я помощница, мы уронили. Миску на пол, а давай миске лапу, все равно его не бросил, потому что он хороший. Учит не бросать игрушки, любить их, да, Настюши? Да. Не разбрасывать, собирать, вечером дома, перед сном нужно все игрушки собрать, коробочки, положить их спать. Это детям очень близко, это их как вот внутренняя потребность в игре, и они выражены в стихах Огни Львовной Борто, поэтому мы их выучим. Мы вымаем в резине и пальцем в магазин, не будет в магазине, резина в магазине, а то Афгану Зину, Афгану магазин. Так как стихи очень мелодичны, мы услышали их и в песенной форме, а еще по мотивам произведения Огни Борто, дети вместе с родителями рисовали и мастерили поделки, и теперь группы садика украшают выставки. Они еще раз напомнят детям о простых строчках, которые ненавязчиво учат нас лучшим человеческим качествам. Программа «Открытый урок» представляет новую рубрику «Особое мнение» – рассуждение о простых истинных и вечных вопросах в устах школьников и воспитанников детских садов. Сегодня мы решили спросить их о школьной жизни. В школу надо ходить, чтобы получать новые знания, хорошо писать и знать все буквы. Чтобы учиться, потом кем-нибудь стать. Чтобы стать умным. Группом не быть. Учиться и знать все. Все понимать. Понять, что кому надо. Чтобы учиться хорошо. Поступать потом в институт и в дальнейшем работать и строить свою жизнь. Чтобы у тебя жизнь была счастливая, хорошая, богатая. Чтобы общаться с своими сверстниками, находить друзей именно своего круга. Понять себя в жизни. Понять, как вести себя с людьми, разговаривать. То есть она в первую очередь учит себе общение. Так вообще самочувствие лучше становится. Раньше это было трудно. Давалось только, ну, не всем. Не все ходили в школу. Не все могли себе это позволить. А теперь все мы ходим в школу. Иногда не ценим. Вот. Но в школу ходить надо. В любом случае. Даже когда я не хочу, мне лень. Но это нужно делать. Если бы не было уроков, я бы, наверное, что-то организовал. Бунт какой-нибудь, наверное. Да, я бы восстал и требовал знания. Но для меня лично не хватает именно даже не предмета, а кружка. Какой-нибудь там театральный кружок. Я люблю, например, фильмы смотреть. И есть урок литературы, да, мой любимый урок. А я бы ввела тот урок, где мы бы смотрели фильмы, потом их обсуждали. Ну, классика, не классика. Вот такие вот. Ну, фильмология, даже не знаю, как его назвать. Танцы. Ну, а если говорить про предмет, то, мне кажется, лучше взять еще один русский. Если, например, написал заявление в школу «Я хочу быть учителем», а заявление с тремя ошибками, то, конечно, этого учителя уже не возьмут. Как делать фотоаппарат? В танке. Ну, там стреляют, патроны как делают. Искусство. Плавание. Бег. Пионерию вернул какую-нибудь, потому что не хватает вот этого. То, что, ну, как я слышал, то, что пионеры там были вообще как солдаты. Вот этого не хватает, все расхлябаны. Ну, не знаю, может, свободу тоже нужна. Ну, конечно, бы хотелось бы навестить побольше музеев в Москве. Вот недавно вот сам ездил в политехнический музей, такой огроменный. Что хочется еще и еще. Я на предстоящие каникулы уже отправляюсь в Белоруссию с нашим хором. Поэтому пока у меня цель Белоруссия. А так вообще я хочу сначала узнать свою страну, потому что уже во многих городах была, и мне там очень нравилось. Даже вот не за границей, вот именно свою страну. Просто такой патриот, патриотические чувства хочу себе больше развить. Вот. А потом уже куда-то за границей. Мы близко живем к Москве, но не часто туда выезжаем, так как времени нет, или еще что-то, ленимся. Вот. Я бы хотела там узнать столицу нашего страны. У меня маленькая сестра и брат. Одну четыре, другой полтора. И мы все никак не можем собраться к бабушке в Красноярск. На самолете очень тяжело, а на машине. Машина всегда под рукой, и мне кажется, лучше в Красноярск прям хочется. Я бы пошла в летний лагерь. Там можно пообщаться со сверстниками. Каникулу на самом деле надо как-то организовывать в школе. И вот эти нудные веселые старты, где ты прыгаешь через обруч, через скакалку, перетягивание каната. Ну что-то такое забавное, чтобы это придумали ученики. В Москву посмотреть. Или что-нибудь в магазин посетить. В зоопарк. В Кремль. В Африку. Посмотреть всяких животных. Как они живут. В Греции. Там вместо снега идет дождь. В Турцию. Я выбрал Англию. Потому что я учу английский язык. Я поеду к бабушке, мы там играем, на гамоте качаемся, в бассейне купаемся. Конечно, нужно развлекаться в каникулы, но нельзя забывать еще о знаниях. То есть надо читать книги и дополнительной литературой заниматься. Разве можно не любить детей? Бескорыстно, бережно и нежно. Дети – это счастье на земле. Наша радость, гордость и надежда. Эти слова стали педагогическим кредо для Тамары Тарасовой, музыкального руководителя детского сада номер 50 «Ручеек». В этом году ей исполнилось 60 лет, 40 из которых она беззаветно предана работе с детьми. А когда же впервые Тамара Анатольевна поняла свое призвание? Наверное, в душе это было всегда. Так же, как и музыка, с которой подружилась еще совсем малышкой. У меня папа играл на баяне. Он мне давал в руки баян. Я не умела его держать, я садилась на пол и играла на нем. Ну, как играла, просто я делала какие-то движения. И я сама для себя решила, что я обязательно буду играть. Но, как мы знаем, наша героиня стала не просто музыкантом. Тамара Тарасова – коренная жительница Щелковского района. Родилась в деревне Протасова. В 1971 году закончила Фрязинскую музыкальную школу. Отучилась во 2-м Московском областном музыкальном училище. Работала в Медвежьей Озерской музыкальной школе. Душа всегда тянулась к маленьким детям. Она совмещала преподавательскую деятельность с работой в детском садике в родной деревне. А в 1983 году перешла в тогда новый детский сад «Ручеек» в поселке Огуднево. Садик стал для нее вторым домом, а работа с детьми всегда была любимой. Ну, разве можно не любить детей таких вот? Таких маленьких и таких красивых. Таких добрых и ласковых, которые к тебе постоянно жмутся и дарят свою теплую любовь. Тамара Анатольевна наша очень творческая и талантливая личность. И у нее очень хорошие черта. Какое бы дело она ни начинала и ни делала, она все делает качественно. Очень любит свою работу, любит детей. Старается привить детям всю красоту, музыки, искусство. Прививает любовь детям к театру, к театрализованной деятельности. Мы вместе с Тамарой Анатольевной ведем театральную студию «Карусель». Нас детки занимаются. И я хочу сказать, что этот человек без промах и ошибок. Если она уже показала танцевальные движения, то детки их повторили с большим удовольствием. Она у нас учит петь, и я за это ее хвалю. И такие веселые танцы мы с ней танцуем. Дает нам стихи, чтобы на праздник поступать. Я пожелаю, чтобы она была всегда веселой и радостной. Тамара Анатольевна умная, красивая, очень хорошая. Я желаю ей счастья, да, была. Мы любим с вами танцевать и петь. Играть на инструментах и вместе с вами петь. Тамара Анатольевна совершенствуется в работе. Посещает курсы повышения квалификации, методические объединения. Но главное в ней всегда есть задор и какая-то удивительная способность понимать детскую душу. Тамара Анатольевна у нас всегда ассоциируется с улыбкой, с радостью. Дети с удовольствием ходят на занятия и просто ставят нам праздники. Особенно нравится ему заниматься музыкальными занятиями. Так как Тамара Анатольевна у нас человек с большой буквы, можно так ее назвать. Она очень добрая, отзывчивая. На занятиях у нее всегда интересно, весело. Это детям поднимает настроение. Тамара Анатольевна вышла замуж еще в 1978 году. Воспитала двоих детей. Сыну 26, он как и отец работает в Мосэнерго. Дочери 35, сейчас живет в Швейцарии. Она физик, научный работник, объездила весь мир. Тамара Тарасова всегда была добра к детям и поддерживала их стремления. Сейчас Тарасовы живут в доме, который построили сами. Тамара Анатольевна выращивает цветы, муж увлекается рисованием. В этом и есть счастье. Большая дружная семья, счастливые дети. И это счастье Тамара Тарасова каждый день дарит детям из других семей, приходя с хорошим настроением и открытой душой на любимую работу. Самое главное для меня сейчас – это видеть, что мои дети счастливы. И от того, счастливы ли они, я получаю возможность радоваться жизни. И видеть то, что я в них вложила, то, что я в них вложила, это не напрасно прошло. И получаю это в удовольствие, и также радость. Заряжаюсь позитивно, в общем. Приближается праздник, причиной которому послужило событие, навсегда изменившее ход истории – День космонавтики. Сегодня мы вновь погрузимся в историю музея лицея номер 14, Чикаловцын, который бережно хранит сведения о первом космонавте Земли. Улыбка, подарившая радость и гордость целым поколениям. Простой и искренний, добрый и воодушевивший миллионы советских ребят. Первый космонавт Земли Юрий Гагарин. Его имя знает во всем мире, но особенно близка его судьба чкаловским школьникам. Экспозиция музея в лицее номер 14 знакомит нас с человеком, некогда жившим в поселке Чикаловском и совершившим переворот в сознании людей, покорив космос. Здесь есть вещи, которые космонавт лично подарил школьному музею. Сегодня об этом и многом другом рассказывают ученики уже 14-го лицея. И 24 апреля Юрий Алексеевич Гагарин встретился с нашими ребятами. Около школы было два автобуса. И директор школы велел, чтобы 4-5-6 классы пошли переодеваться в пионерскую форму. Ребята не первый год работают экскурсоводами. Водушевившись примером своего педагога, руководителя музея Надежды Жусубалеевой, они не только оказали ей помощь, они заинтересовались историей. Теперь уже их задача рассказать младшим о жизни нашей страны и ее героях. Меня очень заинтересовало именно по Гагарину рассказывать. Я когда поступила сюда учиться в 8-м классе, и прям сразу же в 8-м классе начала здесь вести экскурсии. То, что он учился в Саратовском техникуме, я с Саратова сама, и я не знала об этом. Не слышала о 126-м полке, о котором я рассказываю, но с приходом в музей я узнала о нем. И потом, после первой экскурсии, я пришла домой и почитала немного больше о нем. Сейчас 11-классницы приобщают других ребят к работе в качестве экскурсоводов. Мы можем рассказать что-то новое младшим классам или посетителям нашей школы, которые приходят. Также просто самим очень интересно саморазвиваться и читать что-то новое. Среди тех, кто внимательно слушает девочек, особый гость школьного музея. Валерий Чернов сам пополнил фонд музея таким уникальным экспонатом. Атестат, впервые говорящий о том, что Чкаловская школа гордо носит имя первого космонавта Земли. Выпускник 1961 года Валерий Николаевич, очевидец уникальных событий истории. В 1961 году мы учились в школе номер 14 в 10-м классе. 12 апреля был солнечный день. Мы сидели на уроке тригонометрии. И вдруг в этот момент к нам в класс входит директор с сопровождающими лицами. И с улыбкой объявляет, что в космосе первый человек. Это Юрий Алексеевич Гагарин, житель нашего поселка. Мы так обрадовались. Потом наши ребята стали просить в дирекцию, чтобы нашей школе присвоили имя Юрия Алексеевича Гагарина. И в июне месяце уже выдали нам этот документ с именем Гагарина. На выпускной вечер наши ребята пригласили Юрия Алексеевича к себе. Мы его окружили все. И мы задавали всевозможные вопросы. Сейчас живые картины из памяти хранят снимки тех лет. Юрий Гагарин на выпускном вечере в школе номер 14. Космонавт беседует с ребятами. И память о событиях прошлого не сотрется временем. Ведь и через десятки лет такие же ученики расскажут своим сверстникам об истории нашей Родины. Свою малую Родину мы изучаем. Кроме нашего музея школьного мы можем проводить экскурсии и по поселку. Очень много мемориальных досок, памятников боевой славы. Все эти места мы должны знать, чтить и уважать. Наша работа музейная, она как раз и воспитывает патриотов, граждан нашей Родины. С вами была Наталья Медведева. Вы смотрели программу «Открытый урок». Вместе с нами следите за важными событиями в районном образовании. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова